Здравствуйте, говорю. Здравствуйте. Как у вас в России дела? Ну, у всех по-разному. Понятно, а вообще в общем? Ну вот как раз в общем у всех по-разному. Кто побогаче, у тех получше, кто победнее, у тех похуже. Ну, как у всех, наверное. У нас, кто бедные, все дома сидят. Как у вас с карантином? У нас как такового карантина нету, но народ плохо сидит дома. Ну, ничего не скажешь. Не очень дисциплинированно, скажем так. Не, не, ну это дисциплина. Я имею в виду по заболевальности. Как вообще народ воспринимает это? По-разному, понимаете. Старики, они, которые войну прошли, например, они с пониманием, они понимают, что о них заботятся. Ну, по крайней мере, тех, кого я знаю. А там молодежь, наоборот, говорят, что все это кидало, вот они нас хотят туда-сюда и не соблюдают. Все по-разному. Ну, у нас месяц все сидели дома. Ну, это хорошо, это правильно. Надо дисциплину все поддерживать. Ну, сказано сидеть, значит, надо сидеть. Второе. Нет, ну у нас, у нас, вы какого города? Санкт-Петербург. Мы с Прославом. Польша. У нас месяц все сидели дома, объявили карантин. Мы уже второй месяц дома сидим. Дети два месяца не выходили. Сейчас чуть послабили. До этого нельзя было. Ну, слушайте, у всех в странах разные ситуации, понимаете, поэтому кто-то так и шел. Ну, это же, понимаете, от руководства зависит. У нас вот официально карантин не был введен. В Москве там жесткие меры более-менее. А так во всей стране не очень жесткие. Ну, у нас в некоторых местах и не надо. У нас просто позакрывали все места, где доступность народам была так открыта. Ну, у нас тоже закрыли, как бы. Ну, что, а что людям? Вышел на улицу там спортом позаниматься, еще что-то такое. Это же не закроешь улицу. Нет, спортом это понятно. Но потом, что у нас немножечко понятия разные, потому что здесь просто так на улицу не выйдешь, как в России, в Украине, например, не закуришь сигаретку. Если ты просто вышел, потому что за курение в общественных местах штраф. А, ну, улица же не общественное место или общественное? Улица – это общественное место. Ага. Общественное место, где вы можете находиться и где могут находиться люди. То есть места для курения обозначены специальными табличками. Ну, как места для парковки. Я понял. У нас, скорее, наоборот, места, где нельзя курить, обозначены. То есть детские площадки, там всякие заведения, магазины – это вот обозначено. А ведь везде в других местах можно. Там на остановках нельзя курить. Ну, там, где люди, знаете, капливаются. Это я знаю, ну, тут я сам из Украины, я вам скажу такую ситуацию. У нас тоже вроде как на остановках нельзя курить. А здесь на остановке ты можешь курить. Здесь на остановке автобуса ты можешь курить. Но место определенное для курения. Нет такого, что ты на всей остановке можешь курить. Есть специальное место, где есть урна, и где ты можешь покурить. Табличка. Ну, видите, все по-разному делают. Биво здесь вот нельзя вообще. Ну, у нас тоже, по идее, в России-то нельзя. Ну, просто к этому лояльно относятся. Ну, то есть со скамеечек гоняют, особенно с детских площадок, когда, вы знаете, присаживаются посидеть. Вот тут полиция подъезжает, прогоняет. А если просто где-то в парке, там, или там, то не особо. Нет, в грязианке. Здесь нельзя. Здесь вообще... Ну, я просто, как бы, мы тут давно уже живем, как бы, полтора года. Но это еще не давно. Давно это лет 10, согласитесь. Шок, когда меняется мировоззрение. Вот это вот шок, когда ты приезжаешь, у тебя одно, а здесь совсем другое. Здесь, если ты идешь через дорогу, независимо от крутости автомобиля, все автомобили останавливаются. Ну, правильно. Если ты идешь по пешеходному территорию. А у нас в менталитете, чем круче у тебя автомобиль, тем, как бы, тебе плевать на то, что там круто переходит дорогу. Я думаю, что это зависит от человека, понимаете. Если человек сознательный, там у него дети есть, там, жена, ну, там, дайте, ну, с коляской, там. Они тоже останавливаются. А если человеку плевать, ну, то он так вот и делает. Это от человека зависит. Менталитет здесь ни при чем. Это чисто воспитание. Да нет, это воспитание. Воспитание. Ну, я не согласен. Я тоже думал о воспитании. Здесь нет такого воспитания. Здесь, если человек проехал, как ты говорил, проехал, его остановят, полиция, номер сфотографирует. И не будет такого, что у меня хватит денег откупиться. Здесь нету таких... Ну, да, выпишут штраф. Ну, да. Здесь у всех есть деньги. Здесь ему выпишут пункты, штраф выпустили. Вот он купился, например, за несколько пунктов, там, например, 100 пунктов в год. Если ты их переминаешь, то у тебя нет правды перебирать-то и не получится. Тебе лишают водительского удостоверения. Ну, правильно. Это драконовские меры в борьбе с нарушителями. Они единственные действующие, что поделать. Люди везде такие, знаете. Где можно гонять, там гонять. Люди боятся не платить штраф, а боятся потерять пункты. Ну, конечно. Для меня смешно, например, когда я с Украины, для меня смешно, что такое пункты. Они боятся, потому что ты не получишь права. Тебя могут даже посадить в тюрьму. Ну, слушайте, вы, наверное, Советский Союз не очень помните. Там тоже были штрафные баллы. И там даже вот это... Ну, как я не учусь. Я хорошо помню. Ну, вы же, наверное, не ездили за рулем в советское время. Я не ездил за рулем в советское время. Ну, вот. Там тоже были баллы. Там, наверное, помните, были баллы. И там такая ситуация, что типа там... Я не помню, там, 10 или 5 баллов набираешь и прав лишаешь. Но те, кто набрал 4, они уже там всеми правдами и неправдами всували деньги, чтобы им только последний балл не пробили. Дырки, дырки. Ну, дырки. Ну, какая разница. Дырки, баллы. Разницы никакой. Ну, вы баллы, а я в талон на предупреждение. У меня еще два талона на предупреждение. Я еще получал. Я еще застал. Ну, видите, тогда действовало лучше, чем сейчас. Тогда люди были вежливые. Потом, как бы, в 90-е годы, когда вот все развалилось, люди стали вот эти вот хамоватые такие, знаете, купил Мерседес и давай, и что хочешь делать. Ну, а теперь обратно, вот, я не знаю, там, в Украине как ставят камеры вот эти, которые скорость определяют, там, пешеходные переходы или они так делают. Я вам скажу так, пока не будет работать полиция ни в России, ни в Украине, камеры нам не помогут. Ну, я в общем не знаю, камеры помогают всегда. Понимаете, она же без полицейского работает. Щелкнула скорость, щелкнула выезд за стоп-линией, щелкнула проезд на красный и штрафы, 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 а потом... Я с вами совершенно согласен, но еще одна маленькая нота, когда у вас и у нас в наших странах постсоветского союза есть машины двоихни, четверники, четверники, но тут это не поможет. Когда у меня, у товарища, например, была такая, точно такая же машина с такими же номерами, вот он ее встречал и в шоке, в одном и том же самом городе. Как это может быть? Ну, номера-то несложные делать, понимаете? Номера нет, но я же еще раз говорю, это делают непростые люди, это делают менты, как правило. Номера-то? Да, я вас умоляю, смотрите, написал заявление, номера украли, заплатил там за номера и штраф как бы, и все, у тебя две пары номеров. Соседу отдал, машина, цвет все совпадает, все, двойники. Ну, просто это такой, знаете, опасный момент. его возьмут за жабры, понимаете, и машину конфискуют. Ну, не конфискуют, конечно, но штраф. а у нас это делают не на простых машинах, у нас это делают на дорогих машинах, BMW, там еще, делают это менты, бушники, которые могут прикрыть твою голову. Слушайте, ну, ну что, что тут поделаешь, понимаете, надо искоренять, скажем, скажем. Надо, я же говорю, тут человеческий фактор. Здесь, например, камеры стоят, но здесь не смотрят за этим. Здесь камеры работают, включаются, например, когда включается красный, там они начинают записывать, но здесь на человеческом факторе все. Ну, люди просто привыкли к порядку, ведь порядок он должен быть, как говорят немцы. Да. Понимаете, если привыкает человек к порядку, то дальше все. Я могу сказать, вот у меня знакомые в Финку ездят, в Финляндию тут недалеко, там 250 километров, они тоже меняются в стиле вождения, понимаете, когда визу получаешь, в Финляндию там указываешь свой доход, ну, обычно, сколько там получают заплат, там примерно. В Финляндии штраф зависит от размера зарплаты. то есть на выезде, если нарушил правила, там превысил на 10 километров, они тебе там посчитают, сколько процентов этой зарплаты должен потягнуть. Ну, и на выезде надо будет отдать деньги. Не отдал, как бы уехал, то в следующий раз можешь уже и не заехать. Депортация. Не депортация, нет, они выпуск, нет, это добровольно, это добровольно. Можно, можно спокойно не платить и уехать. Проехал через границу и все. Ну, просто, если... не пустят депортацию. Нет, нет, депортация, это когда поймали и вышлали, а здесь приезжаешь на пункт, они тебе смотрят и говорят, у вас штраф, вот вам бумажка, идите платите, ну, или едьте, если хотите, проблем нету. Вот вам там 3 дня. Все, если заплатил, нет проблем, а если, извините, а если не заплатил и уехал, и потом не заплатил, все, в следующий раз визу уже могут не дать. Ну, очень удобно. У нас это называется депортация, потому что вот мы в Польшу как бы ездим, ты едешь в Польшу, работаешь, и при выезде тебе могут просто печать поставить, тебя выпускают, все, ты в Украину поехал, а назад ты уже не въедешь, у тебя печать, на 6 месяцев, на год, на полгода, на два года. Просто слово вы неправильно используете, все-таки депортация это насильственная высылка, то есть берут там за шпионаж и высылают, например, или дипломат какой-нибудь, или там еще кто-то. То есть насильственная. Депортация это запрет въезда в государство. Нет, депортация это действие, а запрет въезда это запрет въезда. Вы посмотрите, что это. Ну, ну, не суть важная. Слушайте, почему мы прицепились к словам? Какая разница? Главный результат в конечном итоге важен. не пустят и все. Ну, правильно, делай. Здесь вот, вы знаете, мне это менталитет чуть-чуть меняет. Здесь заворот в руки наказывают, преступность маленькая. Ну, хотя, хотя нас не любят люди, я бы сказал. А почему, как вы думаете? Из-за нашего менталитета. Думаете, из-за этого? Думаю, из-за этого, потому что только у нас может человек выходить с кафе и прихватить соблю чаю на ложечку. Ой, ну, слушайте, это такие стереотипы дурацкие. Это все такое неправильное. Я думаю, что они любят по другим причинам, на самом деле. Знаете, например, там, отнимают работу у наших граждан, или там, некультурно себя ведут, или, ну, поляки такие, довольно агрессивные в сторону языка, там, плохо говорят на польском, например. Ну, или что-нибудь в этом другое. Это говорят люди, те, которые здесь, в Польше, ничего не любили. как бы алкоголики, как у нас. Сами поляки так? Нет, ну, я просто слышал, ну, я с поляками общался, ну, которые давно живут, ну, то есть не то, чтобы давно, а всегда. Вот, и они, вот, в принципе, вот, о славянах, вот так вот, скажем, не очень отзываются, типа, там, с болот повылезали, вот это, там, некультурные, ругаются, языки не хотят учить, там, это вот, работу моим только самую галимую давать будем, ну, то есть там, хорошего не найдешь, ну, в таком, то есть такой, знаете, легкий, легкий национализм такой, ну, я могу ошибаться, мне показалось. Я вам скажу больше, значит, ну, это бизнес, здесь, нет, здесь все построено на бизнесе, и я вам еще одно скажу, поляк, например, на ту закладу, которую предлагают славянам, мало поляков, которые придут работать. Ну, вот, вот это вот, на такую работу рядом, в Германии, с ихими документами, можно получать, например, 2000 евро. Ну, 200, даже, ну, ты будешь получать, где-то, ну, 800-900 долларов, национально. Поэтому поляки, не такие глупые, чтобы идти на такую работу. Сюда, на такую работу идут, например, те, которые просто не хотят куда-то ехать, что-то делать, приходят, занимаются отбывайлом. Ну, то есть, это не очень образованные, как вы говорите, коренные, жители не очень образованные, не очень богатые, и когда ты приходишь на работу и получаешь больше, например, и тебя видят, и ты что-то делаешь, и они говорят, ты отнимаешь нашу работу. А я говорю, как я могу у вас отнять вашу работу, если вы не работаете на ней? Ну да. Ну, слушайте, в конце концов, это их страна. А он начинает говорить, да не, а он правильно говорит, в конце концов, это моя, ну, типа, я говорю, да я, я говорю, ну, давай так, я свободен человек, у меня нет штампов, нет ничего, у меня две руки, две ноги, и чем я интересуюсь от тебя? Он, в том, что я, типа, поляк. Ну вот, я же говорю, легкий национализм. Я говорю, ну, хорошо, ты поляк, а я, получается, я не человек, не, но человек. Говорю, а чем отличается поляк от украинцев? Местом жительства, например? Ну да, это важно. Ну да, например, у меня высшее образование, у тебя нет высшего образования. Получается, ты хуже, самый худший поляк. Почему? Ну, я говорю, ну, так выходит, по твоим словам, если ты живешь, то есть, ты не смотришь, умный человек, работящий, неработящий, ты делаешь выводы, что ты хочешь меньше работать, больше зарабатывать, и из-за этого я плохой человек, что я приехал, типа, я зарабатываю больше, чем ты. Ну, видите, логика какая, если бы не приезжие работники, то местные работодатели платили бы больше, чтобы поляков нанимать, и у него была бы более высокооплачиваемая работа, поэтому, нет, ну, это логика такая, она действительно такая есть, я просто вот разговаривал с вашими земляками, пару раз, сейчас, секунду, с вашими земляками, пару раз, они говорят, слушайте, ну, пока вот у нас много людей со страны не уехало, там, в Польшу работать, нам платили, типа, на работе меньше, ну, типа, сколько хочешь, там, этого уволю, другого возьму, не хочешь работать, не работать, а теперь, говорят, там, много кто поуезжал, в Польшу, например, и теперь людей меньше стало, взять некого, зарплату поднимают, я думаю, у поляков аналогичная логика, то есть, она имеет право на существование, ну, логика, я имею в виду. Я вам больше скажу, на ту зарплату, которую мы получаем здесь, я могу твой холодильник показать, да, я верю, а на ту зарплату, которую, как говорят, поднимают, когда вот в Украине, в России, там поднимают, что вы купите на те деньги? Ну, все по-разному, все за разные расходы. У вас продукты сейчас дороже, чем в России? В России-то? Ну, и в России, и в Украине. Я за продукты вам не скажу, я вот сравнивал с Германией продукты, ну, я же общаюсь с людьми, и там, не помню, еще с какими-то там странами, Германии, что там, ну, в общем, с несколькими странами, и они говорят, ну, мы там прикидываем, ну, что-то в России дешевле, что-то дороже, но в целом в России даже дешевле продукты. Ну, не намного, но дешевле. Не знаю, в России дешевле продукты, но в России какая зарплата минимальная? Ну, так вы же говорите, что, ну, ничего не купить, а я не буду продукт дешевле. вы говорите, вы равняете цены, но не, вы возьмите среднюю зарплату в России, например, пенсию, не пенсию, давайте возьмем пенсию, самую минимальную в России, в Украине и в Германии. В Германии минимальная пенсия, пусть будет там 1800 евро. Да, вы с ума сошли, 600 евро, 680. Минимальная пенсия, смеетесь, что ли? Ну, давайте все, я вам, я вам коротенько про Германию. В Германии есть два вида пенсий. Одна пенсия для немцев, которые работали, начали работать еще при ФРГ, ну, и при ФРГ. И вторая пенсия для тех, кто приехал в конце 90-х годов, да, там, в 2000-х. Ну, старики же тоже приезжали, правильно? Ну, то есть люди такие уже пожилого возраста. И вот для первых у них пенсия реально к полутора тысячам, то есть к коренным, по сути дела, немцам, ну, или к тем, кто вернулся там в 80-е годы, например, да, когда Ольтик началась в СССР, там, по-волжски немцы возвращались, там, из Казахстана и так далее. У них там пенсии еще более-менее, им там подъемные давали, у них пенсии такие полторы тысячи, там, тысячу, есть. А современные, вот те, кто приехал, например, в 90-м году, там, 2000-х, вот у них пенсии там 680-720 евро, реально. У всех по-разному. То есть сильно минимальную я бы не стал сравнить. Ну, я вам скажу так, вот в Польше минимальная пенсия по возрасту, это 700 или 800 злоток. Ну, надо перевести в какую-то общую единицу. Я просто говорю, это минимальная по возрасту. А это в евро сколько это? на 4, 4, умножьте, то есть 1 евро, это 4 злотых. Надо разделить на 4, получается. 200 евро. 200 евро, ну да. 200 евро, это для тех, кто вообще не работал, ничего возраст пришел, они дают 200 евро. Да, не считая всего, просто 200. Ну да, да. Если ты работал, у них идет 1700 злотых, вот 1700 злотых, это если просто работал, хоть чуть-чуть. Ну, это сколько? Это не получится. 400 евро, да, два раза больше. 400 евро. Ну, так вот. А вы говорите, да, а вы говорите, что в Германии 600 евро. А вы можете верить, можете не верить, можете проверить, какие проблемы. На своем обыке просто, поэтому я вам говорю, почему так. Ладно, берем 600 евро, самая минимальная пенсия, 600 евро. Ну да. И возьмите минимальную пенсию, среднюю, в России. Ну, минимальную или среднюю, определитесь. Ну, среднюю. Я знаю, что пенсия по старости, она в районе, что-то 12 тысяч по-моему, которые вот тоже там, это не по старости, это пенсия для тех, даже кто работал в России. 12-11 тысяч. Нет, 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 смотрите, какая ситуация. У нас же тоже люди разделены на категории, там есть всякие льготники, типа там военных, это мы сразу отбрасываем, да. Есть люди, которые жили там на крайнем севере, например, да, ну или долгое время трудились. У них там всякие повышающие, их тоже убираем. Остается вот условно центральная Россия, причем не федеральные города, типа Москва, Санкт-Петербург, а какие-нибудь такие региональные, маленькие, как Казань, как они, ну тоже большой, но все равно. Вот. И там, 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 как выглядит, если человек вообще ни дня не работал, да, то у него минимальная пенсия по старости, она там, ну, пиздец, это, я думаю, что это максимум. Ну, может быть побольше. Сейчас вроде как приняли какое-то постановление, чтобы минимальный размер оплаты труда был в пенсии. То есть там около 12 тысяч. А так в среднем 12 и больше. То есть люди, люди, которые говорят, что они получают 8, ну, я бы не верил. Давайте возьмем, давайте возьмем банкописи. Да, да, да нет, нет, где-то там 12-14, вот так вот, я думаю, это вот. Ну, 15, давайте 15. Ну, 15. 15. Сколько это евро? 200. 200 евро? Ну, да. И вот вы мне скажите, теперь вы говорите, цены, то есть, например, пенсионер в России, пенсионер в Польше, и пенсионер. Тоже 200 евро, кстати. Не малочка. В Украине 200, грубо говоря, и в Польше 200, видите, как все равномерно работает. В Украине, у меня мать получает, у меня мать пенсионер, получает, да, 2000, это даже 100 долларов, Ну, вот видите, а в Польше 200. А цены, вы не договорите, я не разговариваю, а цены, я не знаю, примерно 1. Ну, ну, нет, у нас подешевле, подешевле все-таки. То есть, ну, вот вы, ходили, вот вы недавно в магазин, магазины вот вы недавно ходили. У меня мать пенсионер получает вместе, все вместе где-то 200 долларов. Ну, вот скажите, как им, а цены дороже, а как выжить при той же самой картошке, да, 30 гривен, килограмм, которые я здесь покупаю при зарплате, в 700, в 500 долларов, а мы вдвоем получаем 200 долларов. Ну, вот смотрите, вот вы говорите, вот сейчас прямо, да, вот картошка, вот вы наверняка недавно покупали картофель, да, вот у себя, выгодите там на Украине, сколько вы сказали в Украине, да, сколько, 30 гривен, да, это в рублях, надо сколько там, на 2 поделить, да, 15 рублей. Ну, пусть будет 15, да, 15, я не знаю сейчас. А, нет, подождите, надо умножать, надо умножать, наоборот, а не делить. Это евро где-то. Да, да, один килограмм, один евро, точно, там же умножать надо, а не делить, я что-то тоже. Ну, в Польше вот вы, да, вот вы недавно в Польше были, сколько стоило картошку, не помню, так насколько. Я сейчас в Польше, ну, вот, 3,20, а почем, подожди, сейчас, сейчас, жена мне скажет. точно, жена всегда знает. 2,50, 2,5 злотых. 2,5 злотых, это, чтобы на евро, надо на 4 помножить, да, получается? Ну, это получается, где-то, разделить наоборот, наоборот. 60 центов. 60 евро центов. Ну, в России, вот я сейчас в магазине был, у нас картошка стоит 40 рублей, 50 центов. Такая хорошая, мытая, упакованная. Мытая? Да, ну, вот здесь тоже хорошая, мытая упакованная, вот сейчас ездил недавно на магазин. Ну, вот, примерно, то есть, с Польшей примерно одинаково. И это хорошая картошка картошка. А, которые подешевле, попроще. Средняя зарплата в России, получается, тоже приблизительно, в пенсии чуть дольше, 50, да, понимаете, опять от региона зависит. Россия, в отличие от Польши, большая страна. У нас и север, и юг, и запад, и восточный. Я не знаю, я вот у меня, я могу по своему городу говорить. В Белгородской области бабушка жила, дом там стоит, мы не можем его продать, почему-то, все говорят, цены падают, понимаете, как бы. Ну, кто же продает недвижимость на пике кризиса, так сказать. Подождите, будет другой. Ну, мы уже ждем, скажем так. Ну, еще подождите, там налоги небольшие, относительно, ничего страшного. Ну, дом размаливается, никто не хочет, вы понимаете, как бы. дом никому не нужен. Я могу вам сразу сказать, вы продавайте землю, да, кто вам дом продавает. Вы загнули. А землю никто не купит. Почему? Ну, потому что отдать за нее, например, 6 тысяч долларов никто не может в России. А зачем за 6 тысяч? Вы продавайте по реальной цене. Заходите на сайт, как там называется, гос... А, короче, гос... Роскадастер, как-то так, или Росреестр, забиваете там данные в связи по собственности и смотрите, сколько кадастровая стоимость. Вот дороже вы не продадите, по сути дела. Это деревня наверняка какая-нибудь, правильно? Ну, это райцентр. Ну, какая разница? Это же не город, правда, не в чертеж город это участок, правильно? То есть, вот дороже кадастровой стоимости вряд ли продадите, но тут это как бы объективно. Я вас понимаю, но люди, те, которые просто, ну, отдать просто так за дармо, например, установить газ в дом, люди не установят. Нет. подвести воду в дом, люди не подведут, электричество, это все деньги, понимаете? Понимаете? А люди хотят, я понимаю, я же тоже это все считаю. А там все есть, навоз. Ну, газ, вода, свет, ну, дом, кстати. Не, ну, вы же понимаете, здесь, вот вы когда так считаете, это тоже неправильно так считать, я просто предполагаю. То есть, типа там провести газ там стоит 200 тысяч, давай-ка я сверху накину 200 тысяч, так не получится. Понимаете, вот если бы я был покупателем вашей земли, я бы сказал, до меня, если честно, вообще мало интересует, что вы сделали до меня. Может, вы там навоз разбрасывали, понимаете, там по участку, там деревья сажали. Мне это реально по барабану. Мне вот, если я хочу купить, я хочу купить вот землю, а все остальное заберите себе, как бы. Совершенно. Ну, не рассчитывайте на это, на все. Мы на это и рассчитываем. А вы не рассчитывайте. Когда люди приходят, люди спрашивают, а у вас газ есть? Так. Люди не спрашивают, понимаете, люди приходят, у них денег нет. Я спрашиваю, а у вас денег есть? Они говорят, мы ждем материнский капитал. Он говорит, как он к вам придет, тогда приходите и спрашивайте, а у нас газ есть, а у нас есть. Нет, понимаете, человек должен прицениться. Я реально покупателей вижу, а реально те, кто хочет, как вы говорите, мне ничего не надо. Если у вас деньги есть, то вы начинаете разговаривать, как реальный покупатель. А когда люди приходят, нам дадут материнский капитал, мы хотим купить, но мы хотели бы вот прописаться сейчас, я говорю. А, нет, ну, знаете, это кидал. Можно как угодно, только деньги вперед. Это все человечество. Как в фильме, утром деньги, вечером сто лет. Да, можно как угодно, с улья вечером, деньги только вперед, не будем делать как угодно. Так и здесь. Меня интересуют деньги. Я хочу за свой товар получить деньги. Не, ну, вы правильно поступаете. Правильно. То есть, ждать, обычно, материнский капитал, вот у меня был, не знаю, дня три, наверное, ушло на его получение. Ну, то есть, я пришел, дал документы, через три дня мне позвонили, сказали, приходите, собирайтесь. Мы пропишемся, нам надо прописаться, чтобы получить. Не, не, это все сказки. Законы, законы есть, надо читать, исследовать четко законам. По-другому все равно не будет. Поэтому, и у нас тут тоже, я же говорю, я, например, из Украины выехал, не потому, что, как бы, в Украине плохо жить. В Украине нет будущего, моим делям. Почему так считаете? Хорошая же страна. Ну, в России нет будущего. Тоже хорошая страна. А вы почему так все еще? Почему же вы так все-то, а? Я считаю, что страны плохие. Я, вы вот, услышите меня, я сказал, что нет будущего. Ну, почему? Украина хорошая страна. Там много умных людей, честных, добрых. Я не говорю, что люди глупые. Я не говорю, что страна плохая. А в чем прикол-то так? Почему тогда будущего нету? Я не понимаю. И люди хорошие, и страна хорошая. И все есть. А что ж тогда не будет? Будет? Что же так пациентично? Я общался, жил, все как бы хорошо, строил, накопил много денег в этой стране, вложил их в эту страну. А в итоге, знаете, что я получил? Конечно, нет. Откуда же? Ну, ну, как, как вам сказать? Я вам сейчас расскажу. Только без млада, пожалуйста. Я получил пинут под зад от, скажите, воров, бандитов и злодеев. Мы приходили во власть, выборы, приходит молодой человек. Вот я работал мастером в типовых сетях. У меня было почти не 3, котельные, и 70 людей персонала. Я 10, 9 лет и 7 месяцев проработал на этой должности. Ну, нормальный срок. Нормально. В итоге, как бы, война, херня. Нам начали поставлять уголь не с нашего, Донецка, а, как тетя говорит, мы начали закупать уголь с Африки. Это прекрасно. У меня приходят 2 вагона, у меня 2 котельные, которые на угле работают. 2 вагона в месяц, я топлю этого угля. То есть, извините, за 10 лет я знаю, какой уголь откуда приходит и разбираю как мастер, как кто-то говорит из производственников, который списывает, видит и пропускает через себя эти материальные тонусы. Так же самое качанан, который топит, он знает, где хороший уголь, а где плохой уголь. Ну, так же самое, как и шахтеры. Я прошу прощения, вы, по-моему, периодически микрофон закрываете пальцем и становится хуже слышно. Это связь, я с телефоном разговариваю. Так, 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 и что там про кочегара было? Приезжает новый руководитель интерна, молодой парень, на машине служебный в кризис за 25 тысяч долларов, телефонник за полторы тысячи евро с айфоном последним, восьмым. И начинает мне рассказывать, что я не выдаю показатели. Я вам говорю, ну, как я могу выдавать показатели, если уголь плохой? Он говорит, а ты что, его пробовал, по документам отличный уголь. Я говорю, ну, я вам говорю, показать, если вы хотите, конечно, если не хотите, то будет так. По-другому не получается. То есть, вы хоть тут сами сядьте, хоть с котлом поговорите. Он говорит, это как? Ну, я говорю, давайте, тонну угля закидываем в котел, уголь, по документам, ваши отличия. Закинули, он сгорел, мы постояли, покурили там. Ну, я понял. чай попили. И после этого вытягиваем с котла 600 килограмм шлака. Ого, это много, наверное, да? Ну, вот, представьте, 60% не сгорело. Сколько было угля в то, в то, в то, в то, в то, в то, сколько в норме должно оставаться? Ну, это все зависит от угля. По документам пришел уголь, от которого шлака не должно оставаться. А, вообще без шлака? Ну, там сколько, то все равно есть, правильно? Нет, есть, я вам рассказываю. Уголь, я показываю человеку, который не понимает, который рассказывает, что я ворую, или люди воруют, или уголь, не может быть плохой, потому что по документам. Мы придем, это все делает, а вы, это уголь бурый, у которого 60% шлака, то есть, он дает теплотворность, то есть, на тонну угля будет теплотворность, как по вашим документам, как на 400 килограмм, ну пусть на 50%, мы при вас закинули, шлака, то есть, потери, все, и вот мы получаем, угля там было 500 килограмм в тонну, все остальное, это камень, порода, там еще что-то. я понимаю. А вы мне приведите документы, что уголь был лучше, чем газ, и уголь с Африки купленный по 200 евро за тонну, понимаете? Вот как вы 200 евро за тонну сдаете, если 600 килограмм камней обычно покупаете? Ну, как можно отбудить? Это, это, независимость, что я могу сказать. Ну, я сейчас говорю, он мне рассказывает, я говорю, давайте отправим, я не против, раз вы такой умный, почему вы меня оскорбляете? потому что вы мне как специалиста оскорбляете, вы приезжаете, вы ищете, где денег украсить, я говорю, вы у тебя, у тех, кто покупал этот уголь, возьмите документы и пойдите, посмотрите, где они его берут, а я вам покажу, где, как уголь, ты что, самый умный? я не дурак, я не выражу, я сомнение, но дураком я быть не хочу, сейчас ответственность на мне получается, я увольняюсь спокойно, увольняюсь с этой работой, не хочу отвечать за то, что вы воруете, а я буду отвечать, понимаете? приедет любая комиссия и скажет, ты что, не видел, что 600 килограмм вылазит шлак, а что это не тот угол? что не сказал и так далее, да? ну, понятно. нет, как, там система накопления, то есть, мы уголь берем, 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 а в конце года мы должны дать выработку, сколько мы угля взяли, сколько, какую выработку и тепла дали, то есть, а за все, отвечают мастер по выработке, мастер по выработке это я, понимаете? ну, ну, короче, крайним стрелочным там бы назначили, к этому все и шло, понимаете? ну, прошло вовремя, так, а все-таки, почему не будет будущего? Будет, просто надо, ну, подождать, я думаю, пена сойдет, вот это вот, всякое разное, и все нормализуется, ну, жили же до этого, нормально же были, смотрите, жил, вот мне 40 лет, 10 лет я проработал в этой структуре, сейчас ушел, что я своим детям в 50 дам? ну, я вам не знаю, вы сейчас в Польше работаете, ну, оставите им, вы же, с женой там, с детьми переехали, правильно? важно, ну, значит, соответственно, вот они останутся, есть шанс, что они останутся в Польше, будут там, либо поляками, либо, может, еще дальше куда поедут, так, вот это вот, вот я в один днев сюда и приехал, а в Украине, так же самое, как и в России, вот у меня там дом, я хотел поехать в Россию, там, работы там нет, работать за 10-15 тысяч, понимаете, вшалывать, ну, это смотря где, надо же всегда скидку делать, то есть, ну, в больших городах больше получают, ну, понятно, свои излишки, там, там, где у меня дом, я вам рассказывал, ну, вы же понимаете, что это не серьезно, да, там, у вас дом где-нибудь, где ни дорог, ничего, да, но это же не повод, и где работы нет, это же не повод, что везде нет работы, везде нет платок, я согласен, но ехать, например, с семьей, и платить деньги за съем квартиры, то есть, как псу платить за крышу над головой, и за еду, и ничего не зарабатывать, ну, вы же в Польше сейчас то же самое делаете, да, будущее есть у детей, остаться здесь, ну, ну, это ваш выбор, по-любому, да, больше они смогут ничего делать, а в Россию, в Украину вернуться они всегда смогут, ну, наверное, я просто не знаю, и как вы вот в целом-то оцениваете, вот таких людей, как вы, много? Я вам скажу, если в Украине, в России, ну, в основном зарябичане, он же нато скажет, да. Нет, но зарябичане это те, которые теоретически возвращаются, ну, я так понимаю этот термин, правильно, да, это те, кто поработал и вернулся? Это те, кто приехали сюда, зарабатывают тысячу долларов в месяц, 6-7 месяцев работают здесь, или год, ну, там, ездят все эти деньги, возят домой, у них семья там, или семьей ездят, или женой, они везут эти деньги в Украину, ну, да, и там оставляют. Так же самое, вот у тебя и россиян, и белорусы, это в основном зарябичане. А я приехал, ну, то есть, мне некуда заработать, я приехал оставить здесь детей. Ну, я понимаю, ну, вот я и спросил, вот таких, как вы, много, ну, то есть, как вам кажется, из тех, кто выезжает на заработки, вот там, мало, думаю, мало, именно тех, кто хочет остаться, и кто может, это очень мало. Слушайте, а как вот это объяснить? Смотрите, в принципе, ну, вот возьмем среднего, да, то есть, зарабичанина, да, вот такого же, как вы, в принципе, почему вот люди возвращаются за детьми, возвращают деньги в Украину, если можно было бы, вот как вы, сделать, взять всех сюда к себе, ну, в Польше в данном случае, и спокойно жить всем вместе. Зачем на Украину возвращать? Я вам так скажу, вот у меня в Украине есть квартира. Правда, неправда, выработанная и оцененная, ну, то есть, совсем около 100 тысяч долларов. Ну, нормальная цена. А большинство зарабичан более 2 тысячи долларов никогда в руках не держали, большинство. И они приезжают сюда, зарабатывают такие деньги, в руках вот где-то, для них это шок. Почему они не хотят остаться? Они не могут. Они не могут поменяться. Как они туда остаться? Тут надо работать, надо документы, Так они же работают, они же делают документы, чтобы работать. Нет, документы делают для зарабичан, чтобы он приехал, налоги заплатил, не претендовал ни на пенсию, ни на какие тут выплаты, ни на какие соцпакеты, и тупо уехал, как вы говорите. Ну, я понял. Я просто, вот, честно, не совсем понимаю логику. В принципе, как вы вот сейчас вот до этого говорили, да, приехал, там, в Польше, все другое. законы там, все там, все останавливаются перед этим самым, перед пешеходным переходом, да, то есть все работает, зарплаты выше. Почему люди не переезжают в Польшу? Ведь они же, ну, просто мне логика не понятна, если ты постоянно ездишь на заработки, в чем проблема остаться, не тратить деньги в дальнейшем, на дорогу, там, не знаю. Нет, не хватит ему перевезти сюда здесь семью, снимать жилье, и чтобы семья жил этих денег, у него здесь не хватит. Надо двоим работать. Ну, вам-то хватает? Ну, нам хватает, потому что я продал машину, были деньги, заработал до этого, то есть, я сюда приехал, не с пустыми, я сюда подошел, ну, конечно, если я сюда приехал, у меня было, ну, это сколько? Три-четыре тысячи долларов, да? Три-четыре тысячи долларов, то есть, вот такие деньги, которые, если что-то не получилось, я мог бы вернуться и есть куда вернуть, и есть за что жить. Но все равно логика не работает, потому что человек, если зарабатывает пищу в евро в месяц, да, или там, долларов без разницы, он же может по соточке откладывать, да, и там, через два-три года у него накопится там три-четыре пищи, и может как бы уехать. Почему он не делает? Почему годами, десятилетиями ездят работать и не уезжают в конца не? Значит, чтобы приехать в Польшу, вам надо открыть рабочую визу. Ну, наверное. Только что приехать. Только что приехать, за это надо заплатить визу. Это первое. Визы полугодовые и годовые. Это второе. То есть, остаться по визе здесь или сменить работодателя, это проблематично. То есть, визы закрывают, в течение. Работодатели тоже не дураки, чтобы вас оформить и дать вам какие-то документы на смысл. Надо платить больше за вас, не уходить, все остальное. Зарплату больше платить. Зачем, если вы будете работать на меньшее? Ну, вы приехали заработать. Когда вы уже вернулись домой, опять эта проблема начинается, опять открыть визу, опять работодатель, опять... Сейчас же виз нету. Как виз? Без виз до три месяца. И что вы за три месяца? Нормальную работу вы за три месяца не найдете. Я вас не понимаю. Одни говорят, мы можем спокойно ездить и работать по этому без визу. Вы говорите, на три месяца потом надо убежать. Либо кто-то кого-то обманывает, либо одно из двух. Без виз три месяца. Три месяца, 180 дней вы можете без виз быть в поле, что работает. А последние 180 дней вы должны быть, не имеете права находиться на территории Евросоюза. Это у вас паспорт. Никакого без виза по сути дела нету получается, чтобы работать так годами. Вы три месяца приехали, отработали, визы, ничего вам не надо. То есть вы просто взяли паспорт и поехали. Как в Беларуси. Ну да. Или в Украине. Ну да. Ну не надо. Вам уже не проехать. Поехать. Потом через 180 дней опять вы будете ехать по без визу так же сам. Ну понятно. Ну нет, я механизм понимаю, но не понимаю, почему люди не переезжают. То есть они видят, какие плюшки, какие хорошие, как все хорошо в Польше. А их здесь никто не ждет. Это тяжело. Вы не привезете сюда ребенка, не устроите его. Если у вас нет работы, нету диспечения, нету, то есть вы не устроите ребенка, не вставите никуда. Ну вы-то смогли, значит они могут. У меня, скажите так, ну другое, я не приехал, как зарабечать. Ну какая разница, они тоже могли не приезжать, как зарабечать. Я просто не понимаю. Понимаете, если есть возможность приехать и остаться, зачем зарабатывать, ездить туда-сюда? Ну это же логичнее. Ну то есть вот, понимаете, это как, я не знаю, я бы жил где-нибудь там под Москвой, да, а ездил бы в Питер, на заработки, да, и гонялся бы туда-сюда. Это глупо, я бы снял квартиру, там, перевез бы жену, что-то там продал, здесь купил и так далее. Ну то есть нормальное такое. Смотрите, вы не можете снять квартиру там, потому что, например, вашей зарплаты хватает всего лишь одной зарплаты на оплату квартиры и на питание. Ну вторая, жена может работать. А жена не сможет пойти на работу, потому что вы не сможете детей устроить никуда. Ну, почему? Если у вас официально на работу, наверное, в садик возьмут, нет? В садик, чтобы официально взяли, вы должны сложить рекрутацию, пройти, дождаться, наверное, очереди свои, если не будет места, то вас возьмут, если не будет места, то вас не возьмут. Тут частные садики, за каждый частный садик вы должны платить тысячу злотых в месяц. Тысяча злотых это 250 евро в месяц за частный садик. Сколько вы должны зарабатывать, если вам надо дать две с половиной тысячи злотых в месяц за квартиру, вот я плачу с оплатой, с коммуналкой, плюс на питание оставить, сколько вам надо зарабатывать денег, чтобы это все сделать? Это раз. Второе, документы так быстро здесь не делаются. Это дело для того, чтобы вы платили налоги, но чтобы не получали никаких ключ. То есть, понимаете, как бы... Короче, вы даете антирекламу Польше. Нет, я не даю антирекламу Польше. Я сюда привез детей, чтобы дети могли делать выбор, где им лучше жить, работать. Слушайте, а почему... Ну, я понимаю, дети это, да, это святое много все для них. Это понятно. Дети должны быть лучше родителей. Понятно. А почему вы считаете, что все-таки на Украине будущего нет? Ну, в России, ладно, это отдельный разговор, но про свою страну можете сказать. Ну, смотрите, вот у меня высшее образование, я приехал сюда, мое высшее образование с европейскими ценностями, приближенно к европейским. Оно здесь никому не надо. Знаете, что вот в полициальную школу пошел, это как ПТУ у нас на Кустовецком. вот получить профессию, я здесь пошел бесплатно, я здесь учат тебя, ты ходишь, учишься бесплатно по субботам, все. У меня спросили, у вас есть среднее образование? Нам нужен аттестат на среднем образовании, где будет написано, что у вас есть уровень выше. Ваше высшее образование не является высшим в нашей стране. Не, ну это понятно, но есть там законы, которые позволяют сделать правильный перевод этого всего, как-то подтверждение какие-то, слушайте, так же не бывает. Нет, нет, все наши институты, скажите, не пертифицированы. И ваше образование для Унии Европейского Союза, для Америки, для Англии, для Германии. Это так в Украине, да, получается? Не сертифицировали. Нет, это не так в Польше. Вот я приехал в Польше, чтобы посмотреть. Украина свои не сертифицировала для Польши, в частности, для Европейского. Для России. Да, у меня однополисники спокойно работают со своим дипломом. Переводы сделали, все. Но у меня переводы тоже есть. Никто не возьмет вас туда, потому что он не соответствует. Ну, слушайте, я не знаю. Я вот, что есть, то я вам и говорю. Мне тоже опять, в Францию и работают по своим дипломам. IT, русско-специалист, доктор, IT, стоматолог, да. Ну, а как? Кто еще нужен? Библиотекарь? Такой, конечно, не нужен, я думаю, в Польше. Ну, я вам скажу тогда. Теплоэнергетики, инженер, черная металлогия. Дальше, экономисты. Ну, экономисты однозначно не нужны. Экономисты, юристы, вот эти все исты, они точно не нужны. Потому что все законы разные, там, школы экономические разные. А вы теперь говорите, ну, вот, экономист, юрист, например. Кто на что учился, понимаете? Плиточники, например, нужны. Экономисты говорят, разница в том, что вы, я учился, ну, высшее образование у всех одинаковое, экономисты, юристы, что доктор, например. Нет, ну, как может быть одинаковое образование у врача и экономиста? Ну, у них разное, в принципе. Вы. Потому что оно называется, ну, прекратите. Одинаковое название у образования, высшее, это не одинаковое образование, понимаете? То есть, надо различать. Хорошо, вы формулируете другой вопрос. Чем отличается стоматолог от экскаваторщика? Образованием отличается. Не названием, то есть, не степенью, то есть, бакалавр-стоматолог и бакалавр-экскаваторщик. Вот, словом, бакалавр, они не отличаются. А вот, второй частью, то есть, экскаваторщик и стоматолог, они отличаются. И в этом разница. Если в стране не нужны экскаваторщики, а нужны стоматологи, признают диплом стоматолога, но не экскаваторщика. Ну, или наоборот, если много стоматологов, то экскаваторщики будут нужны. Ну, вот, все больше, что экскаваторщик, что стоматолог, это идентично. Ну, Я до сих пор, я до сих пор не могу понять разницы. А вот, инженер теплоэнергии, инженер, черновекология, экономика. Это разница. Он не приравняется к инженеру IT. Он не приравняется почему-то. Ну, есть разница. Есть разница. Хотя у нас. Разница в факультетах, я понимаю. Но, когда люди приходят учиться, вот, я учился в инженерной академии. Вот, у меня академия, экономист, и я, теплоэнергетик. Вот, скажите мне, на разных факультетах, диплом у нас одинаковый. С одного цвета, одного вуза. А сам диплом, у вас дисциплины, были разные, понимаете. Вы смотрите, у вас, у вас была прикладная специальность, прикладная специальность, то есть, не научная какая-то, не гуманитарная, а прикладная. То есть, вас учили, условно, кровы крутить, ну, я так, утрирую, как там, манометры там читать и так далее. А его учили там, законный, если это юридик какой-нибудь, как там по конституции, что-нибудь там, или в законе написано. И, естественно, вы, даже в Польше, если вы там проведете там перевод вашего диплома и там какой-то там, не просто перевод, а подтверждение, да, может, курсы квалификации надо пройти, то вы будете более востребованы, чем условный юрист, потому что в Польше украинские, знаете, не нужны. Я предполагаю. Так же, как и русские, и немецкие наверняка им там тоже не нужны. А почему европейцы, приезжая к нам в страны за своими дипломами, занимают такие же должности, а даже не зная наше... Это, знаете, почему? Потому что у нас комплексы. Вот и в Украине, и в Белоруссии, и в России, и там в Таджикистане, в Узбекистане, вот у всех постсоветских республик, кроме Прибалтики, у нас комплекс, понимаете, комплекс, что типа большой западный ученый-дядька нас всему научит, а мы тупые, понимаете. Вот пока такой комплекс у людей есть, люди с дипломами из зарубежных стран, они будут пользоваться большим спросом при прочих равных, чем собственные граждане со своими дипломами. Ну и плюс 90-е годы. Я не знаю, как на Украине, а у нас в Санкт-Петербурге было там сотни всяких там учебных заведений, так называемых, в кавычках, которые давали там дипломы там вплоть до государственного образца, а по факту люди там даже на занятия не ходили, писали дипломы там и так далее. Ну поэтому многие такие специалисты не нужны. То есть я вот знаю вузы, из которых людей отрываются руками практически любую специальность. То есть там от математиков, да, и заканчивая геологами такими-нибудь. Все востребованы за рубежом. Потому что хороший вуз, высокий рейтинг, да, он ниже, чем американский, естественно, потому что американцы рейтинг составляют. Но он высокий, знания важны, знания хорошие, не ценят. Поэтому там с многими специальностями люди уезжают и хорошо себя чувствуют. Многим там лаборатории дают. У меня вот знакомые есть, у них лаборатории целые свои. То есть они заведующие лабораторией. Нашим отечественным лабораторией. Вот видите, я еще раз говорю. Берут мозги. Мозги, да. Да, да, да. Ну, так всегда было. И здесь. Я хочу, чтобы у моего ребенка был выбор, даже, куда он пойдет, обычным рабочим, не рабочим. Пойдет он в институт. Чтобы у него был выбор. А в нашей стране этого выбора нет. Ну, что вы так? Ну, будет же. Вы же не думаете, что у вас все время будет кризис в стране. Пройдет же время, люди поменяют. кстати, у меня не хватит моей жизни после этого кризиса поднять своих детей. Не хватит. А думаете, не скоро кончится? Я думаю, что и у нас не скоро кончится. Я думаю, что еще будет еще одна волна. Ну, у нас-то, нет, я имею ввиду не вирус и не экономический кризис, я имею ввиду политический. Я еще раз говорю, не скоро кончится. Будет война и у вас, и у нас. У нас-то с чего война? У нас пока вроде все спокойно. У вас Путин вроде как все узурпировал, но Путин тоже не вечный. Понятное дело. Там посмотрим. Я еще раз говорю, поэтому я не верю в светлое будущее, куда царь, и мертвый, куда царь. а если, а если, а почему в европейское тогда верите? А вдруг Европа вся развалится, к чертям? Я не верю в Европе. Я не верю в Европе, я верю в возможность. Вот есть возможности, есть больше возможностей. Но это пока. А потом, знаете, то же случится, там Германия решит, что надоело мне кормить драмоедов, выйду я из Евросоюза и до свидания. Не решит. Значит, Германия зависит от Польши, так как Польша зависит от Украины. В качестве людей вы имеете? По людям? Да, в качестве живой рабочей силы. Ну, это же не мешает им развалить Евросоюз, например. Ну, будут пускать по визам, так же, как украинцы пускают в Польшу. В Германии работают обычные рабочие, почти все поляки и приближенные. Управляющий конфлигент это турки. А где немцы, пардон. А немцы, немцы это хозяева. А, не, ну, как все хорошо получается. Для этого Евросоюз не нужен. Ну, я не против, конечно. Удобно. Я вам скажу такой вопрос. Я, ну, я не расист, но вы, 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 был, был в управлении по чужодем, как это, иностранцам, управлению по работе с иностранцами. Вот, я вам хочу сказать, больше шансов получить гражданство Евросоюза у чурок. У чурок это те, которые люди приезжают, обманывают, не работают, убивают, грабят, насилия, продают. Но у них больше шансов получить гражданство Евросоюза, чем у нормального человека, который, не знаю, как вам сказать, здесь созданы все условия, чтобы не давать их, а это зарядство просто выживает. Вот мы пришли туда, по дороге к этому Ужонде сидят, вы извините, проститутки, которые продают сюда вдоль травки, которые в этом Ужонде стоят как бедные, работать они не хотят, но получают дотации и просят убежище от стороны Чечни или еще какое-то. Какое убежище если она здесь сидит, продает себя, потом приезжает ее же мусорица жить на машине, забирает ее и едут жить за государственную счет. Ну, слушайте, толерантность и европейские ценности. Это не толерантность, это не европейские ценности. А что что-то это? Это, как тут сказал, человечность. Люди, которые не могут опуститься до этой ценности, и люди, у которых планка, у которых не было никогда планки. То есть, есть такое понятие умный человек, а есть понятие, как тут говорит, амеба, она не знает, для чего она создана, есть пицца, они пока не заработают денег, они там агочи, потом заработали денег, они хотят быть людьми, понимаете? Вот они делают чтобы стремятся к этому. У меня, например, я говорю, было много всего, но я оставил и квартиру, и машину, все бы продавал, и землю, и родители, ехал сюда. Было несколько лет, проживая еще лет 5-7 в Украине, когда придет, скажем, то светлое будущее, посмотря на своих двоих детей, я понимаю, что кроме светлого, это лампочка в будущее, вставлю на работу, иди работай, дармо заеду, и все, и что я могу оставить? Только то, что я заработал. Они не смогут заработать и купить в нашей стране квартиру. Ну, слушайте, может и вам повезет, найдется у вас какой-нибудь Дональд Трамп, не будем про Путина, который поднимет страну с колен, или на чем она там стоит, если стоит, конечно, и выведет ее в светлое будущее. Не в тоннель, где поезд идет, а в реально. И у вас, у вас нету будущего, и у нас нету будущего. Пока у вас есть возможности, вы живете. Всегда. Да. А будущее, ну, я вам хочу сказать, возьмите и посмотрите на Жириновского. А что с ним, а с этим-то товарищем что не так? почему его держат? Почему до тех пор держат этого старого, неглупого, но никчемного человека? Ну, смотрите, старый, неглупый не может быть никчемным. Понимаете? Почему? У него есть совершенно конкретная роль, он нужен, понимаете? Он нужен. Ну как нужен? Вы сказали роль, но он нужен. Ну, он нужен, понимаете? В любой политике, смотрите там немецкую, посмотрите там польскую, в любой политике есть, ну, в любом управлении, в любой структуре есть люди, которые реально управляют, а есть люди, которые вот создают там информационные поводы, шумы всякие, понимаете? дерутся там, плескаются водой, ну такие, ну не клоуны, но такие, знаете, массовка такая, подтанцовка, понимаете, к власти. Ну и плюс надо создать, естественно, иллюзию выбора, как бы, между собой быть. Ну что, глупые мы, что ли, с вами не понимаем таких вещей? Вот для этого он нужен. Ну и кроме всего прочего, он крайне умный человек, крайне умный человек. Я не сказал, что он будет, я сказал, что он обудет от этой страны. Нет, наоборот, наоборот, наоборот. Знаете, почему он обудет? Ну скажите, ну скажите. Потому что за все вот это вот, что он делает, платят миллионы обычных простых россиян. Миллионы. Ну, как они платят? В виде чего? За деньги россиян. Вы не поняли, ему платят государство. Ну, ему платят Владимира Владимировна. Да, как политические партии, да. Ну, не Путин, по закону, ему из бюджета, по закону положено. Ему не Путин платит, а по закону из бюджета. Вы различаете, да, Путин все-таки там глава государства, а не позначительный. Я образно сказал, я не конкретизирую, что ему именно... Тогда говорите, он получает государственное финансирование, вот так будет честно. Ну и... Да, да, он получает государственное. Ну, да. Я вам рассказал, вот как президент Путин должен видеть, куда идет государственное финансирование. Посмотреть на этого человека. Это деньги в никуда. Ну, это с вашей точки зрения, еще раз, я же говорю, там власть придержащая, они видят, что это надо. Это с точки зрения простого, обычного... Я так и сказал. С вашей точки зрения, да. ...в России. Ну, подождите, вы же не варитесь в этой кухне, правильно? Вы же не знаете, зачем конкретно его держат. Вы выражаете свое личное мнение. Вам кажется, что он не нужен. Правильно? А людям, которые выделяют средства по тем или иным причинам, они считают, что он нужен. И потом не забывайте, что он таки участвует в выборах, ну, не он, я имею в виду, его партия. Да, и они там что-то набирают, значит, кто-то за него голосует. Но, понимаете, закон есть закон. А вы видели, что он что-то набирает? Ну, конечно, слушайте, ну, любая маломальски политическая сила, какая-то, которая существует, у которой есть, как он называется, там, штабы, вот это вот все, да, там, какие-то представительства, там, и так далее, да. Конечно, есть люди, которые за них голосуют. За любых. Там, начиная, там, от каких-нибудь, там, партий Дарта Вейдера, понимаете, там, заканчивая, там, Жириновским, по-моему, туда, они наберут что-нибудь. Я ничего против меня. А что такое в вашем понятии народ? Ну, это люди, живущие на определенной территории. И вот, вот эти вот штабы и все остальное, это гордка оборванцев, которые присасываются к налогам тех людей, которые живут на определенной, большинству налогам тех людей и высасывают их деньги. Ну, вы так сейчас дойдете до анархии, понимаете? Я вам говорю, говорю, как здравомыслящий человек, я жил так в Украине, у нас тоже партии, вот это все. Ну, да. Они для народа не нужны. Не нужен ни Жириновский, ни Зеленский, ни Путин. Ну, давайте возьмем Германию, там то же самое. Вот прямо у нас очень похожие эти самые конституции, там, похожие правила, там, и так далее. В Германии что же самое? Горстка людей, понимаете, политиков их всегда меньше, чем остальных граждан страны. Горстка людей точно так же живет за счет и получает, там, деньги финансирования своей партии из бюджета. То же самое, ничем не отличается, понимаете? Вы скажите, в Германии пенсионер может поехать в тот Египет. Кто может, кто не может, понимаете? Мы же уже обсудили этот вопрос. Нет, нет, я еще раз говорю, все могут. Нет, не все. На 500 евро в месяц человек может купить тебе 300 долларовую путевку и поехать в Египет. В Украине это невозможно. И в России на 12 тысяч рублей вы не поедете никуда. Это я... Понимаете, вы... Это большинство вашего народа, большинство моего народа... Вы сравниваете попу с пальцем, понимаете? Вы понимаете, вы сравниваете попу с пальцем, понимаете? Я просто объясню. Смотрите, во-первых, ну, можете посмотреть там каналы, там, на Ютубе, на каком-нибудь, да, людей, которые с немцами общаются, там, таких, как я, например, да. Они вам расскажут, там, эти вот лемцы, которые получают, там, другая, там, 600 евро. Они вам расскажут, на что им реально хватает и куда они ездят, понимаете? Многие не ездят никуда. Ну, бывает. Все живут бедные. Вот тут, вот тут, где я сейчас живу, живут бедные такие люди. Вы воните. Вот ни в одной стране, ни в вашей, ни в моей, в таких звездах, нет ни в звездах. И когда вы попадаете, вот я был не бедный в своей стране, ну, как, я был в среднем звену. И получал мне плату 900 евро в месяц. А когда настало 185 долларов в месяц, а деньги стали те, и еще начали хрустить такие умные с политических партий, и прижимать, и приезжать, и сасывать, и рассказывать. Я подумал, зачем оно мне это надо? Оно это рассказывает тем, что в Германии. В Германии люди, те, которые хоть чуть-чуть работают, как и в Польше. Не бедельники те, что кричат, что... Так в любой стране. ...позанимали, да ихнюю работу не может занять необразованный человек с Украины. Так и есть. Ну, так и, вот смотрите, вот вы сейчас... Извините, вот смотрите, вы все правильно сказали. Вы все правильно сказали абсолютно. Человек, который хочет работать, он зарабатывает деньги, понимаете? Другой не зарабатывает. Пенсионеры отдельная категория граждан, у них свои проблемы. У них, согласитесь, и затраты меньше. Они там в кино не ходят, по ресторанам не ходят и так далее. Ну, согласитесь, правильно? Вы уверены? Я могу по своему окружению сказать, что мои не ходят. Я говорю, у вас зарабатывают столько, я не знаю. Здесь в 8 утра я выхожу, рядом кафе у нас есть, у Жанны. Выхожу, сидит бабушка с дедушкой, пьют кофе, едят тортик. О, слушайте, вот это круассанная чашка кофе, не надо мне рассказывать за это дело. Видео мне как-то... Да, а мама бежит сюда же, например, которую не хочет готовить. Она бежит в ночнушке, проснулась, а еще и все спят. Или папа. Выбегают в кафе, заказали по телефону, берут готовое уже судочко, все красиво упаковано еду и несут домой. Этого у нас в стране могут позволить только очень богатые люди. Но эти очень богатые люди, ну вот как у меня, у меня район был в Украине, я в Запорожье. Как Рублевка у вас в Москве, вот если вы что-то такое. Вот у меня в Запорожье, я в Запорожье, я из такого района. Как вам сказать, приезжает мудила в 27 лет, открывает чемодан с большим баблом. Рассказывает, он не понимает, что он даже хочет, ему делают, переделают, заказывают. Столянский мрамор, все. А он обычный бандит, ворюга, убийца с отвалов при заводе. Просто людей, люди копают, вот он правдами, неправдами. А потом он меценат, бизнесмен, уже все остальное. И вот он может себе такое позволить. Обычный рабочий, который работает на металлургическом кабинете, на этом, который получает, он не может позволить себе такое. Ну, а что вы хотите? Что строили, то и построили. И у вас, и у нас. Я не хочу, я еще раз говорю, я за тебя говорю. Я не уехал сюда, я не хочу свою жизнь прожить, дать чего-то лучшего. Вы ее уже прожили и сейчас доживете. В ожидании чего-то лучшего для детей. Это вы молодец. Это я только, я сюда приехал только ради детей. Ну, вы правильно мыслите. Для меня всего, всего хватает. Ну, на грех, правильно, как жить на эту личинскую, как вы говорите, зарушить. Знаете, 200 долларов я мог жить, и раз в два года снизить тот Египет, я мог бы себе позволить. Ну, вот видите, даже вы можете. А они, у них не будут, у них не будет этой возможности заработать себе красивую. Ну, ладно, вы очень пессимистично настроены. Я думаю, что придут к власти и в Украине люди хорошие, которые не будут вот это воровать. Прижмут, вернут деньги в страну и так далее. К нам пришел сейчас кого-то, Саакашвили, Михо Саакашвили, которого в своей стране, как Януковича, понимаете, ждут. У нас в Украине за Януковича что-то дают 3 миллиона или миллион долларов за голову Януковича. А в Грузии за Саакашвили. А Саакашвили пришел у нас и уже готовится быть премьер-министром. Ну, слушайте. Когда нанимают необразованную... Саакашвили образованный, у него американский вуз какой-то законченный. Он там ученицы хорошо. Я не говорю за него еще только. Когда необразованную какую-то грузинку нанимают с Грузии, делают главой полиции Украины, а она, потом ловят ее СБУ или кто, она 3 миллиона долларов чемоданом в самолете, понимаете, на отдых она ехала. И говорят, это же это, пропустите. И в шоке были те, принимающая страна была, как Украина пропустила, 3 миллиона наличкой. И она потом где-то пропала. И никто не знает. И она была главой полиции. Она два слова по-русски не могла связать. Не то, чтобы украинцы. Болеете, что я могу сказать. Это абсурд, понимаете. Это абсурд такая страна. Так же самое я говорю. Я говорю, что Жириновский молодец. Он присосался и сосет. Но глупость народа, что его терпят. Вот я за это говорю. Я не говорю. Кто же виноват? У нас для вас другого народа нет. Извините. Я говорю за глупость народа. Но если народ терпит, пусть терпит. Если народ хочет жить в Украине и ждать светлого будущего, пусть сидит, ждет. Я что-то для этого делаю для своих детей. Если вас устраивает жить в России, вы живете. Правильно? Ну да. И я как только высказываю со стороны, просто задаю вопросы очевидные, те, которые я, например, вижу. Я, например, еще у вас вижу Кобеева и ее муж Соловьев. Нет, не Соловьев там по-другому. Нет, Кобеева у нее как-то уже по-другому говорит. Но не суть. И что? Короче, вот я вот... Соловьев это другой, он не муж. Ну, то есть муж на другой же. Дурак, который всех побьет и все решит. Который самый лучший. Я не смотрю, понимаете, я не смотрю это дело. Мне политические шоу не нравятся. Я вас не поддержу. Вот такие специалисты, они даже не политики, они никто. Ну, они шоу-мейны, они шоу делают. Зачем им быть политиками? Они же на телевизоре. Вот и объясните мне, как можно такое выпускать в массы, когда народ открывает глаза и видит, как какой-то Скобеева или что высказывает точку зрения, даже не шоу, он искал точку зрения целой страны. Слушайте, вот смотрите, я не понимаю, у меня два вопроса. С чего вы взяли, что их смотрит много людей? Их кто-то, конечно, смотрит. Всякое говно смотрят люди, понимаете? Сколько конкретно там? Миллион, два, три миллиона. В стране 140. Понимаете, сколько их смотрят? Больше. Смотрят канал у нас такой канал. РТР. У нас есть кабельная пилитиня. Не кабельная, я не знаю, какая. И вот оно идет в польское, немецкое. То есть, и там еще как два или три канала российских. Ну да. Ну да. Сейчас.